Можете сделать это там, мы понимаем, что вы соскучились по друг другу, выпили, хотите попить чай, кофе. Но, пожалуйста, давайте послушаем Диву. На этом семинаре, да, мы будем общаться не словами, а между двоих делами. Итак, еще раз напоминаю, есть летчик, флайер, тот, кто летает, тот, кто сверху, есть база, бейс, тот, кто снизу. И обычно в таких сложных или плохо получаемых движениях обычно мы соединяемся в тройке, третий человек, с опор и поддержкой. Окей, поехали. Ребят, а еще такой нюанс, последний. Если кто-то пьяный на танцполе, вы пиши. Я реально это замечу, будем удалять. Второй момент. Есть безопасность. Вы ответственны за партнера, здесь могут быть травмы. Саша, аккуратно. Даже если вы думаете, что вы уже делаете, знаете, тем более вдвойне аккуратнее. Вы должны понимать, что здесь могут быть травмы. Если вы в каких-то позициях будете неуверенны, мы соединяемся с другой парой и с опорчатым кругом страхуйте, мы покажем как. Ребят, но мы не делаем до того, как мы не послушали, как до конца делать. Иначе могут быть травмы. Хорошо? Просто очень внимательно к этому, не хотелось бы что-то прохладить. Все, поехали. Поехали. Наверняка, кто-то уже определился, что он будет базой. Для них маленькое такое упражнение, проверочка. Ложитесь, пожалуйста, на спину и поднимите ноги строго вертикально вверх. Тот, кто флайер, просто рядом подстойте, посмотрите. Ноги реально наверх идут? И при этом, а при этом, смотрите на таз, где расположен таз у бейза. И смотрите, если вот так, только так вот получается, приходится к тазу, то делаем вот такую штуку. Подкладываем, не под попу даже, чуть выше. Главное, чтобы упор образовался в клопчике. При строго вертикальности. Похоже, мне потребуется эта штука. Еще один момент. Когда вы делаете эту позицию, выталкиваете ноги спиной. Вы работаете здесь спиной. То есть вы как бы ушли в упор. Спина очень активная, да? И ноги пытаетесь просто на себя, а выталкиваете спиной. Прям упираетесь спиной в пол, и за счет этого происходит раздвижение. Обратите на это внимание. Дальше. Окей. Если детки не требуются, то не требуются. В любом случае, намного лучше будет, если скопчик будет реально упираться в пол. Мас, он очень крутой. Начнем, наверное, не просто с птицной жарки, это сказочная тема. Биоль. Я. Пойдем летать. Окей. Смотрите, начнем с большой подстройки. Плаер подходит снизу к бейсу. В чем смысле? Смотрите, у Плаера есть поддошные косточки вот здесь. Вот они вот здесь вот. Кладем ноги на них. Причем именно вот этими местами. Вот где-то середина плюса. На поддошные косточки. Право и слева. Ноги ступни вертикально. Да. Вот такие ноги. Не такие и не такие. Все, стой, стой. Надо переполз. Окей, Плаер подходит на то расстояние, чтобы бейк мог почувствовать пальцами рук, ее и его пальцы ног. Это адекватное расстояние. Димка, развернись так, чтобы видеть пальцы ноги. Наоборот, мои ноги. Тебе будет видно, но так почти ничего не видишь. Не, вон они. Окей. Смотрите, сейчас у Флаера... Не, не, не так. У Флаера задача быть доской. Волшебный доской с самообранкой. Нет. Доской с самообранкой. Вот. Задача у Флаера оставаться доской, отдать свой вес, то есть немножко даже подать таз вперед, а плечи назад. И Флаера дает вес мне. Быстро. Делать, скорее, мы уже были. И мы сейчас вот так пока не выходим никуда, только шатаем его. Шатаем его. Шатаем его. Я упаду. Я Флаера шат не имею очень сильно. Я дай его. Ну, что? Ну, скоро, произойдет чудо, и я буду нащущую птицу. И буду летать. Я твой таз шатал. Чтобы птица сразу не сварилась, ее нужно будет подержать руками. Напомню, как руки ставить. Неважно, кто девочка, кто мальчик, главное, кто бейс, кто флаер. Бейс ставит руки вот так, поперек наше тело. Флаер ставит вдоль, ладонью. Вот так. А, флаер, девочки, чего нельзя рассмотреть? Видите, я сломалась? Братцы, вымите, пожалуйста. Вы, когда вас будут поднимать наверх, вы вот здесь не должны помогать им не ломаться. Там линия, да, это самое важное. Лопатки на спине соединяем, копчик подаем вперед, ребра закручиваем вниз, чтобы живот провалился. То есть держим активный центр. Если у вас центр расслабленный, расслабьте живот, расслабьте пузики, пузики, расслабьте. Отверните копчик, вот так делать нельзя. Раз, теперь из этой позиции мы возвращаем. Копчик подвернули. Копчик подвернули. Ребра сжали. Живот должен провалиться сейчас, да? Активно растянули при этом позвоночник, не выпуская живот. Лопатки соединили. Это позиция флаера. Если вы просто расслабляете живот, когда произойдет подъем, вам все равно его придется собрать и будет вот такой кач, да? Вот когда болтает. Окей, поехали. Все. Смотрите. Мы сначала опускаем флаер настолько низко, насколько возможно. При этом, погодите, пожалуйста, не делайте. Первое и самое важное. Оставляйте, пожалуйста, руки прямые. Вот как сейчас остались, не погибайте их. Оставляем прямые. Второе. Ноги. Ногами мы еще флаеры толкиваем. Не туда, а туда. Вот больше в сторону флаера. Вот туда же толкиваем. Итак, поехали. Максимально глубоко его насаживаю. И только ногами толкаю назад. Вверх и назад. Стоп, 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 стоп. Вы выйдите, пожалуйста. Сейчас еще пару. Если у вас слабый партнер, соединяйтесь парами, делайте это по очереди рядом со страховкой, чтобы не выйдете вперед, да? Еще раз смотрите. Наклоняю, шатаю флаеры до самого низкой позиции, когда у меня попа практически оторвалась. А ты убирай эту ногу. Прямые. Я отсюда же выталкиваю ногами. Руки прямые, флаеры тоже. Как прямые руки? Флайер лопатки соединяет, ножки напрягает и пытается чуть-чуть соединить, но не до конца. То есть я не раскрываю широко ноги, они у меня вот здесь вот. Если есть возможность, я не буду открываться. Ребята, мы ходим, смотрим. Можете поднимать руки и вас звать. Возможно, мы прижимем. Дови меня, дови меня. А? Я не могу. Щекотать пятки не будем, наверное. Медена адски неправильно. Чего с не хватает? Напрягись. Чего? Первое, что вы делаете, уничтожение состояния руками. Ноги выше. Дови мне на руку, на руку, дави. Вот, вот, это первое. Вот, если не здесь дави. Давай-ка отдохнем, у меня ноги устали. Давай-ка отдохнем, у меня ноги устали. Дави, дави на руку. Что-то у нас не так, да? Ну и давайте, таз, куда? Приказано. Куда? Покачайте сначала. Толкай, толкай. Есть, не жду. Что, ноги ровные? Нет. Как-то, не ровные. Легко, легко. Легко, давай убирай. Все, я не знаю. Все, я не знаю. Все, я не знаю. Приходит. Да. Да, я не знаю. Дай ему здесь. Дай ему здесь. В процессе поднимай, ручки как-то. В процессе поднимай, ручки как-то, вот так, форма руки. В смысле, локти, локти. Если руки сухие, то уходят. Ты будешь поднимать плечи и правой ноги. Понятно? Пока это так. Будьте готовы, взлетай. Ты не должен сливаться. Да, ноги. Ты моя стена. Может, мне легче девушку взять для начала? А то сразу большой вес я никогда не делал. Может, попыше? Может, попыше? Может, попыше? Уже лучше. Ты же глупо. Ты очень... Вот так. Вот так. Ну где девушка свободная? Дайте мне легче девушку. Подумал, начали легкую. Что, нету никого, что ли? Кто-то же там был вроде бы. Он Маша. Он Машу подымает уже, ладно. Машу подымают. Так, кто еще? Что? Сейчас, Машу, сейчас мы через тебя. Кто еще свободная? Вот это в гречной рубашке девушка свободная, вон Таря. Рядом. Он делал, что парня подымают. Вот эти соседи. Дима, Дима, Дима. Дима, Дима, выкрашайте. Куда? Дима, Дима, Дима. Куда? Куда? Сейчас подойдет. Отлично. Отлично. У всех получил. Прекрасная сейчас артица. Сейчас мы будем ее по-разному. Ребята, кто зовет ей, мы помним о вас. Мы можем всех сразу обойти. Если что, напоминайте, поднимайте руку. Мы будем выходить. Сделайте поменьше. Итак, чтобы жариться. Ну да, дайте нелегкую девушку. Он вначале по-разному. Уважайте всех, кто в стране. Давайте обжарим птичку со всех сторон. Отлично. Сейчас я делаю птичку. Ребята, я с ней пришла. Да, я с ней решила. Дэн, потом я покажу тебя. И подниму тебя. Я сейчас прожарю, а потом ее разомнем. Абсолютно даже история. Хорошо.